Игры и общение со сверстниками, учеба в школе, всех этих привычных для 10-летних детей занятий Лаура Сакатова лишена. В свои дни она проводит лежа в кровати, изредка с большим трудом ходит по дому. Любое занятие быстро утомляет и изнуряет девочку. У Лауры дефекты интеллекта и слуха, нарушение речи и вторая стадия анорексии. Ее мать Айнагуль Ельтаева носит девочку на руках днем и ночью. Самостоятельно она практически не передвигается. Она и сидеть одна не может. Нужно, чтобы кто-то находился с ней рядом. Если бы был жив мой муж, я бы не просила о помощи. Но он умер два года назад. От государства никакой помощи нет. Я получаю пособие на дочь 54 тысячи тенге. Из них 20 уходит на оплату коммунальных услуг. Конечно, мне не хватает на лекарства. Два раза ходила в Нуратан. Там сказали, что помочь не могут. Пока до меня очередь не дойдет. Работать пойти не могу из-за дочки. Мне хотя бы жилье. По словам матери девочки, в очереди на жилье она далеко за отметкой 5 тысяч. А значит, ждать бесполезно. Ведь дни ее дочки иссякают. За этим ужасом наблюдают и соседи Айнагуль. Они помогают ей чем могут. Она не легкомысленная. Она хорошая тоже. За ней не наблюдается ничего такого, чтобы сказать плохого. Она только вот дочка. Дочка из дыму не выходит. Выходит вот только за квартплатой, за коммунской услугой, чтобы это оплатить. Иногда у нас с помощью просят. Вот наши дочки тоже приходят. Хорошая мать. Да, хорошая мать она. Главное. Главное. И вот сейчас, на данный момент, ей деньги нужны на лекарства для девочки. И вот жилье основное. Мы хотим, если возможно, Акима городу. Нет, областному Акиму. Ну, хотя бы городской Аким. У них же можно же. Не оставят. Не оставят. Пусть помогут. Хотя бы временно. Хоть у нее пока дойдет очередь. Дойдет до очереди хотя бы. Если говорят, вот кому-то войдешь, говорит, очередь не дошло. Мы знаем, что очередь не дошла. Но хотя бы можно же, временно жилье. Но не всем, но вот ребенок же хотя бы, можно же на ребенка. Мама вот одна. Никуда идти, не знаю. Может государство. В отличие от неравнодушных соседей, врачи давно поставили крест на возможности излечения девочки. Но ее мама не намерена сдаваться и просит помочь жителей Шимкента деньгами и лекарствами. Семья девочки проживает в микрорайоне Достык на улице Гульдерей, дом 16, 1, 2. Номер, по которому вы можете связаться с мамой Лаурой, на экране. Зарина Шарипова, Альдашин Усканов, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».